Мы уже рассказывали вам о том, что столичные школьники стали соавторами сборника воспоминаний о трудовом подвиге жителей республики в годы войны. Первый тираж книги «Строители безмолвных рубежей» издан в количестве 300 экземпляров. В прошлом году школьные поисковые отряды выезжали в различные районы республики, где в годы войны велось строительство сурского и казанского оборонительных рубежей. Школьники работали в архивах, музеях, искали эксклюзивные исторические факты, вели аудио- и видеозаписи воспоминаний строителей оборонных укреплений, их близких. На днях авторы получили сборники. Их вручили в десятках столичных школ, ученики которых занимались этой темой. В сборник вошло 87 воспоминаний. Ребятам были важны любые подробности строительства рубежей. Сколько длились рабочие смены, была ли норма выработки, как питались подростки, женщины, старики, как выдерживали лютые морозы. О моей прабабушке не написано в книгах и снятых фильмах. Но для меня она является настоящим героем. Слушая историю Лазаря Федоровича, меня бросало то в жар, то в холод. Я даже представить себе не мог, насколько это была тяжелая работа. В школе номер 40 военно-патриотической работе уделяют особое внимание. День защитника Отечества стал объединяющим фактором. Весь месяц школа бурлила. Проходили конкурсы, викторины, классные часы, открытые уроки, спортивные состязания. Я надеюсь, что мы успеем еще выпустить с вами книгу памяти о ваших прадедах и прабабушах. Мы уже выпустили такие пять книг у нас в школе. Опыт чебоксарских школьников действительно уникальный. Книг даст детям возможность несколько раз пережить эти эмоции, вникнуть в истории других людей. Поэтому здорово, что такая акция проходит, что сегодня эти книги получат все непосредственные, так скажем, исследователи этой большой работы. Книги поступят во все муниципалитеты. Эксклюзивные воспоминания стали еще одной страницей военной летописи Республики. Екатерина Шиверова, Сергей Копеев, Республика.